Я думаю, левее я думаю, чуть-чуть. Вот это так. Смотрю правильно? Да, уже пошла запись. Можно говорить. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Меня зовут Шерешева Ольга Васильевна. И последние пару десятков лет я занимаюсь тем, что думаю о том, как бы сделать всех людей, хотя бы рядом, те, которые рядом со мной, красивыми, здоровыми и благополучными. То есть на сегодняшний день мы так и назвали наш канал «Здоровье, красота, благополучие». Не кажется ли вам, что это самые основные составляющие счастья? Потому что слово «счастье» для каждого человека имеет свой собственный смысл. И кажется, что счастье – это что-то очень краткосрочное. А на самом деле, если мы задумаемся, наверное, согласитесь со мной, что самыми главными, основополагающими, составляющими – это здоровье, красота, благополучие. Если красота и благополучие для каждого из нас могут иметь какие-то нюансы различные, то здоровье – неоспоримый факт. Без этой составляющей нам не быть счастливыми. Поэтому мы начинаем серию наших встреч о здоровье. Конечно, о здоровье. Ну, а поскольку все мои уважаемые дамы, с вами мамы, бабушки, дочки и жены, то мы заботимся о благополучии и здоровье наших близких. Как и повелось раньше. Если мужчина должен был принести мамонта в пещеру, то женщина была хранительницей очага. Так, собственно, и осталось. Уважаемые мужчины, о вашем здоровье также заботимся мы, женщины. Но начинаем мы эти встречи с самого-самого важного. То, ради кого мы живем. Это, конечно, наши дети. Мы будем говорить о разных возрастных категориях. Мы будем говорить о том, что нужно. И мы будем говорить не с позиции болезни, а с позиции здоровья. Как создать здорового ребенка, чтобы он вырос здоровым человеком, мамой, папой, бабушкой и дедушкой. И жил долго и счастливо. И эти пять первых встреч мы решили взять здоровье, разложить на несколько составляющих. У нас получилось следующее. Питание, сон, воздух, обстановка в семье, и движение. Вот эти пять составляющих, пять, как бы, наших встреч будут посвящены этому. Наш эксперт, это доктор Николай Васильевич Адонев. Многие из вас уже знают его, знакомы. Если нет, то мы познакомимся поближе. Он немножко расскажет о себе. Начнет сегодня встречу с первого этапа о питании. Чтобы ребенок правильно питался. Что значит правильно, и что можно разрешать и изредка, или нельзя категорически. А провокационные вопросы будет ему задавать мама двух маленьких дочек, Виктория Петрова. Но сейчас мы все-таки предоставим слово ему, чтобы он немножко рассказал о своей истории. Поверьте, она стоит того. Поверьте, что она заслуживает вашего внимания. Итак, Николай Васильевич Адонев, друзья, мы начинаем наш марафон по здоровью. Спасибо, Виктория Васильевна. Добрый день, друзья. Как меня представили, я по профессии врач. Зовут меня Адонев Николай Васильевич. И в этом году исполнилось 36 лет моей лечебной практики. Начинал я вообще в 1983 году, прошлого столетия, как военный врач. И меня отправили. Как это было в Советском Союзе в дальнюю точку. Это горный плацдарм в Грузии. А вот пришел 91-й год, но вы знаете, что да, это как раз время развала Советского Союза. Ну и как бы Грузия начала активно отделяться от СССР. И это было не так просто. То есть были всякие стычки, появились криминальные авторитеты, всякие, потом бандформирование, потом даже небольшая война вспыхнула. То есть вот этот вот конфликт, он привел к тому, что, в общем-то, разгул такой преступности. Находились мы действительно далеко, гарнизон в горах, и рядом был огромный склад боеприпасов. И вот кто-то из этих, в общем-то, боевиков взорвал склад. Ну, представьте, 3 часа ночи. Взрыв. Все свистит, гремит. Дети. 3 года и 7 лет. Ну, кошмар, да. Мы с супругой схватили детей, побежали, так сказать, там рядом в Бунинской части, чтобы просто, ну, как бы спасти себя, детей. И вот в это время какая-то, видимо, часть, там, или болванка от снаряда, что-то, в общем-то, отлетело от земли, и рикошетом ударило меня по спине. Ну, в этом ажиотаже невозможно было там задумываться, быстрее, так сказать, добежали. Потом полгода шла, так сказать, вот эта вот ситуация перевода, отъезда в Россию. Конечно, в общем-то, спина болела, там боли, так сказать. Ну, надо было, в общем-то, решать проблемы насущные, не обращать внимания на эти, как бы, болевые ощущения, неприятности. А когда приехали уже в Россию, вот эти вот резкие, так сказать, боли, они настолько усилили, что я практически даже спать без наркотиков не мог. Плюс, в общем-то, появились и неприятные ощущения в ногах, ощущения слабости, то есть вот наружилось движение в ногах. Ну, конечно, я консультировался и у своих коллег, вообще, смотрели меня снимки, ну, там образовалось в позвоночнике четыре большие, так называемые, межпозвонковые грыжи. Ну, конечно, пока обследование, время еще затянулось, и так получилось, что ноги вообще отказали. То есть я просто передвигался на костылях. Ну, и, конечно, естественно, как-то надо было решать проблему. Коллеги сказали, что надо оперироваться, то есть как и в 91-м году прошлого столетия, так и сейчас все эти межпозвонковые грыжи так называемо лечатся одним способом. Ну, то есть их просто, так сказать, удаляют. Ну, как бы потом, если повезет, ну, как бы все восстанавливается. А если не повезет, то практически человек остается инвалидом. Вот реально так. И мне все это объяснили коллеги, сказали 50 на 50. Если все удачно, то сложится. Да, все как бы нормально, будешь ходить, восстановиться. А если тебе не повезет, значит, ты будешь всю жизнь мучиться, боли, нарушения ходьбы. И как бы практически это инвалидность. Но я подумал, как бы лучше я, например, я себе сказал, я год, вот себе год даю, я буду пытаться сам так максимально что-то делать, читать литературу, использовать различные там лекарственные препараты, какие-то методики. Ну, в общем-то, год я занимался там и упражнениями для позвоночника, и питание очень важно. Потому что питание, в принципе, это основной материал для строительства организма и энергии. Вот. И там водные процедуры, скажем, всякие дыхательные. Ну, в общем-то, в течение года у меня состояние улучшилось, и через год я уже начал ходить. Боли практически прекратились. Ну, операция, так сказать, понятно, что она не нужна была. И, в общем-то, я, ну, где-то в течение трех лет восстановился полностью. И вот это была отправная точка, когда я начал, в общем-то, именно расширять свои познания, активно заниматься самообразованием врачебным. И вот за эти 36 лет, ну, раньше, конечно, я создал собственную методику лечения. И в этой методике огромное место занимает питание. Поэтому вот это, несомненно, ну, как бы мы все понимаем, питание, без него никуда, да, жизни нет без питания. А вот питание маленьких детей, ну, то есть, скажем, там, вот, что, ребенок, это с трех до семи лет, реально. Вот это специфика очень большая. Поэтому сегодня мы будем говорить о питании. Я приглашаю ко мне со-ведущую, это Викторию. Покорите, Виктория, мы, как бы, будем сегодня работать с вами. Очень приятно. Добрый день. Приятно. Николай Васильевич, добрый вечер, уважаемые друзья. Ну что, я предлагаю вам начать нашу первую встречу и поговорить, как вы уже сказали, о питании детей от трех до семи лет. Полезные калории или еда с характером? Ну да. Ну, я думаю, вот, как бы, да и более правильно будет, чтобы это было понятно. Мы сделаем такой образ, такой движения, как покупок в магазине. Давайте, Виктория, так сделаем. Да, я вас приглашаю отправиться со мной в супермаркет. Совершим с вами виртуальную пробудку с корзиной по отделам магазина. И сразу мы бы получили, так сказать, видим мои продукты. И лучше всего, ну, первое, что мы, и это действительно верно, на что мы акцентируем внимание, это различные мясные продукты, птица, рыба, да, то есть яйца, творог еще, но как бы мясо, птица, это классические и у нас наиболее приемлемые, такие широко используемые продукты питания. Хорошо, давайте тогда с вами зайдем в первый отдел супермаркета и выберем мясные продукты. Что вы скажете об ассортименте этого отдела для нас? Ассортимент громадный. И это, конечно, с одной стороны великолепно, но, к сожалению, это факт, вот факт именно, что все, что сделано из мяса, любого мяса, из птицы, это изначально выкармливаются выкармливаются и животные, и птицы, и та же, скажем, индейка, ну, все выкармливается на огромных агрокомплексах. И в процессе выкармливания обязательно используются специализированные корма, то есть которые содержат однозначно гормоны, это так называемые гормоны роста, то есть чтобы быстро росли животные, набирали вес, и обязательно используются антибиотики для того, чтобы не болели. Поэтому, к сожалению, в общем-то там есть технология, когда, скажем, выводятся эти гормоны, антибиотики из мяса, из птицы, но полностью они никогда не уходят. Поэтому так называемая какая-то часть небольшая остается, и вот для ребенка это, конечно, катастрофа. Если в таком возрасте, как бы он очень уязвимый организм, поэтому вот продукты такого типа, как мясо и курица, они, конечно, хороши, и в каком-то небольшом количестве допустимы, но он небольшой, не основное. Поэтому я предлагаю вам, давайте мы возьмем, ну вот наиболее приемлемо, филе, именно филе индейки, кусочек, ну и возьмем, но из коробника лбасу. Хорошо, то есть в этом отделе мы положили себе филе индейки. Да, кусочек. Я вижу, что рядом у нас рыбный отдел. Что скажете об этой продукции для детей? Рыба, в принципе, она как-то у нас в обществе не особо принята, скажем так, в питании, но в то же время, однозначно, вот именно как бы сейчас рыба делится на два, на больших таких разделах, которые продаются, да, ну в том же, вот мы сейчас находимся в супермаркете. Есть элитная рыба, элитная рыба, так называемая красная, то есть это лосось, это кита, ну вот такого характера. Я хочу сразу сказать, что практически именно вся эта рыба выкармливается опять-таки на агрокомплексах. По той же методике, то есть и корма специализированные, содержащие гормоны антибиотики, просто специализированные для рыбы. Поэтому вот эту вот рыбу нежелательно покупать детей. А вот рыба, которая выловлена в морях, океанах, и она выросла в естественной среде, выросла именно. То есть это рыба промысловая, такая как хек, минтай, сельдь, скумбрия, ну вот этого направления, паутус. То есть эта рыба действительно, она содержит огромное количество белка, плюс массу дополнительно микроэлементов, и плюс, что очень важно, содержится большое количество довольно таких супернеобходимых веществ, как омега-3 жиры. Поэтому мы с вами, давайте вот возьмем, мне, например, очень нравится, но как бы мое восприятие, я своим внукам, у меня, кстати, 6 внуков, я им всем достойчиво предлагаю рыбу. И как бы вот скумбрия, скумбрия великолепная и по качеству, и по натуральности, и по содержанию омега-3 жиров. Поэтому давайте возьмем тушку, великолепная тушка скумбрии, и возьмем еще, так сказать, вот рыбу, которая содержит очень много белка. Это минтай, кстати. Минтай, это один из чемпионов по белку. Поэтому вот давайте возьмем две эти тушки, и это по-моему. Хорошо, и продолжим наш путь. Подумаем о гарнире. Ну да. И я вас приглашаю в отдел круп. Что возьмем здесь? Круп – это традиционное питание в России. Но есть, конечно, здесь и свои определенные нюансы. Во-первых, если для детей, да, мы же для детей покупаем, для детей маленьких, то есть в возрасте с 3 до 7 лет. И здесь крупы, опять-таки, должны быть наиболее легкие крупы. Те, которые усваиваются детским организмом, как бы наиболее полноценно, и не оказывают нагрузку на кишечник. Это прежде всего гречка. Это пшено. Кстати, рис. И лучше всего рис, так называемый, бурый, нечищенный, с кожурой. Ну, скажем, перловка. Это может быть и какие-то экзотические, сейчас крупы типа киноэ, да. Ну, как бы, это тоже крупы, но это как разнообразие. Но в то же время, вот манка, кстати, манка... Очень-очень популярный продукт в детском саду. Кстати, это совершенно неверно, потому что манка реально, это не крупа как таковая, это просто чистый крахмал из пшеницы. А вот как бы крупа, в чем ее необходимость для ребенка? Потому что кроме крахмала, из которого потом энергия будет создаваться, он тоже необходим. Но еще имеется и кожура. Вот в кожуре любой крупы находятся именно все микроэлементы витамины, что тоже супер необходимо для ребенка. Для каждого ребенка. Вот в этом проблема именно манки. Это, конечно, мы покупать манку не будем. Мы ее не употребляем. Ну, тем более. А вот возьмем, да, возьмем пакет гречки, да? Да, как раз туда идет крылья, и возьмем рис. И возьмем рис. Согласен. Хорошо. Очень много сейчас различной информации, и зачастую очень противоречивой, о хлебе. Какой хлеб можно употреблять нашим детям? Расскажите, пожалуйста, Николай Васильевич. Хлеб традиционный, как бы хлеб в России. Современный хлеб, ну, как бы много можно о нем говорить, конечно, о современном хлебе. Есть одна большая, скажем, проблема. Надо сказать, что современный хлеб, это прежде всего хлеб белый, да? Да, очень белый. И все изделия из белой муки. А что такое белая мука? Это, скажем, пшеница, у которой отделена именно вот эта оболочка, в которой находятся все витамины и микроэлементы, и остается только крахмал. Поэтому вот белый хлеб, в данном случае, он, конечно, очень высокая концентрация крахмала. Ну, там добавки могут быть всякие, дрожжи, это мы не берем. Вот мы просто именно говорим именно о самом хлебе. Изначально это белая мука. И вот сама белая мука в высокой концентрации содержится, конечно, в хлебе и всех хлебобручных продуктах. И это очень большая нагрузка на кишечник ребенка. Поэтому все-таки я бы советовал, ну, мы можем взять, конечно, небольшой бездрожжевой кусочек, вот видите, здесь есть бездрожжевой хлеб, так сказать, мы можем взять немножко бездрожжевого хлеба, потому что, да, в принципе, и хорошо, если там есть, скажем, еще и вставочки, добавочки, так сказать, какие-то трав, сейчас есть специи. Да, очень много. Поэтому вот как бы это обогащает хлеб. Но в то же время надо помнить, что все-таки крупа, это все-таки самый лучший продукт питания для ребенка, а хлеб, это как, скажем, ну, такая добавка разнообразия. Ну, можно немного. Да, да, нет, однозначно. Нельзя вот так вот, знаете, вот как бы именно быть узким, таким узким, вот это нельзя. Нет, в принципе, продукты питания, да, питание должно быть разнообразным, но мы должны понимать, как родители, как ответственные люди, потому что здоровье, оно формируется именно вот этими привычками, привычками, которые реально изо дня в день мы повторяем. И, скажем, питание в данном случае является в большой степени именно вот как бы таким стереотипом, привычкой. Да, я с вами полностью согласна. И перед тем, как мы перейдем в следующий наш отдел, я бы хотела обратиться к нашим зрителям и попросить их, если возникнут какие-то вопросы, вы можете нам их писать в комментариях, мы обязательно на них ответим. И даже больше, и вот как бы мне, очень, мне лично, и вообще нам очень хотелось бы, чтобы это не был именно вот такой вот монолог, то есть мы говорим, рассказываем, это должен быть, да, диалог, мы же как бы находимся в прямом общении, поэтому пишите, интересно мнение ваше узнать, какие-то вот вопросы, да, потому что это же очень, это очень важная такая вещь, питание ребенка, как правильно, потому что реально говоря, именно правильное питание, это, ну скажем так, процентов, где-то вот я считаю, как именно доктор, процентов где-то 70, это именно здоровье, или оно есть 70%, или его нету, это очень важно. Поэтому мы ждем ваши комментарии. А я вас приглашаю в следующий отдел, в который я хожу очень часто, не знаю, как другие, это овощной отдел. Давайте поговорим про овощи. Ну, с сегодняшнего дня к овощам, конечно, больше внимания, и незаслуженно, в общем-то, у нас традиционно и в небольшом количестве, свекла, да, морковь, ну лук, немножко чеснок, там кто любит, капуста, да, И только супа сейчас. Ну да, ну как бы незаслуженно, и даже не то, что незаслуженно, а это катастрофично, я бы так сказал, катастрофично, мало именно овощей содержится в питании нас самих и наших детей. Это очень плохо. Почему? Потому что надо сразу сказать, что кроме, скажем там, и полезных витаминов, микроэлементов, кстати, овощи содержат очень много полезной воды, воды, это очень важно. Они еще являются обязательной именно частью питания для того, чтобы было здоровье желудочно-кишечного тракта. То есть, если овощей мало, то практически это гарантия того, что будут проблемы, заболевания и печени, и поджелудочной железы, и самого кишечника, и что еще, так сказать, в настоящий момент доказано однозначно, это есть еще отдельный орган кишечники, это полезные микробы. Вот эти вот полезные микробы, они действительно являются суперважными частью нашего организма. И без овощей, в том числе, они просто не живут, то есть, они умирают. Умирают полезные, но что самое плохое, на их место приходят гнилостные бактерии, и возникает огромное количество проблем со здоровьем. Поэтому овощи мы максимально возьмем разнообразные, то есть, традиционно и свекла, и морковь, и огурец, и капусту, и немножко болгарского перца, ну, и зелень не забудем, зелень, петрушка, очень много, салата. листовой салат великолепно просто, и различные виды капусты, только не белокочан, но и есть. Вот, то есть, здесь по максимуму. Надо, очень важно, действительно, это очень важно, надо именно воспитывать ребенка в направлении большого потребления овощей. Вы знаете, очень часто мамы говорят, что мой ребенок овощи не ест, и я не могу его приучить. Это я, вот, поверьте мне, это, конечно, она просто мама не смотрит в свою тарелку. То есть, я хочу сказать, во-первых, прежде всего, это в семье, в семье мало потребляют овощей, и не умеют их готовить. Нет культуры потребления овощей. Вот отсюда и начинается, как бы, в общем-то, эта ситуация, когда ваш ребенок, он мало ест или вообще не любит овощи. Надо воспитывать, это и есть воспитание, то есть создавать. Ну, мне кажется, если, ну, как бы, сама семья не употребляет овощи, дети смотрят на родителей, тоже не будут. Однозначно, потому что, ну, как бы, дети, они же повторяют все, они учатся у нас, у нас учатся. Ну, может быть, стоит обзавестись такой полезной привычкой каждый день, например, к обеду или к ужину ставить тарелку с разнообразными овощами, кусочками, просто не надо делать никаких сложных салатов, да, для получения, просто порезали морковку, огурцы, положили какие-то зеленушки и предлагаем просто попробовать. И сами кушаем. Конечно, сами. И здесь очень важный момент, как бы, ну, игровой определенный, то есть дети, они все-таки любят игру, то есть если вы сделаете какие-то красивые фигурки, например, там, из моркови. Сейчас очень много разных машин появляется. Да, сейчас очень много таких вот приспособлений, это должна быть вовлечение, игра, это же ваша ответственность, да, надо и уметь готовить их, в том числе, так сказать, сочетание знать, вот, поэтому, ну, это не отъем, это обязательная часть питания, вот это очень важно. Хорошо, тогда возьмем все зеленое. по максимуму, по максимуму, да, чтобы мы могли, разнообразие было, чтобы этого было много, обязательно. Хорошо, вот у нас целая корзина овощей, и дальше отправляемся в неоднозначный отдел, но любимый всеми, наверное, детьми, бакалея, сладости. Да, сладости. Что мы возьмем в этом отделе, дети просят. конечно, вы понимаете, дети, конечно, они растут очень быстро, им нужно очень много энергии, ну, это понятно, и так, поэтому, вот этот простой способ, именно быстро получить, именно эти вот калории, за счет сахара, потому что он быстро всасывается, он как бы сразу создает ощущение, вот такой эйфории, то есть, потому что мозг отвечает на сахар, очень быстро, мозг, он питается только сахаром, практически. Вот об этом и говорят, например, бабушки, что ребенку нужны конфеты. Конечно, ему нужны сладости, но сладости натуральные. Вот, об этом они ничего не говорят. Потому что бабушки, к сожалению, в общем-то, ну, как бы, не понимают, мягко говоря. Многие. Да, многие. А надо, это же их ответственность тоже, потому что, однозначно, это доказано миллионами исследований, что все продукты, которые содержат белый сахар, белый сахар, то есть это и хлебные всякие-то сладости, печенье, торты, пирожные, и конфеты, и бам, масса, так сказать, да? Вот. Они, к сожалению, разрушающие действуют на ребенка, и что очень плохо, вот это вот быстрое поступление сахара, оно вызывает в мозге такой эйфорию, и очень быстрое привыкание. То есть эйфория уходит очень быстро, то есть так же, как и приходит, и у ребенка возникает вот это вот непреодолимое желание. И, понимаете, вот часто вообще, когда ребенок приходит, там, ну, с родителями, и возникает эта истерика, когда он хочет сладости. Да, очень часто. Да, очень. Почему? Потому что, в принципе, у него возникает вот это вот как, ну, как зависимость, понимаете? Это реально зависимость, и это однозначно доказано научно. А на нервную систему как-то влияет? Конечно, но это же мозг. Что такое зависимость? Это изменение психики, то есть не тяга именно вот конфетам к сладостям вообще, потому что мозг требует у ребенка как бы вот сахара сладости для того, чтобы испытать вновь эйфорию. А чем это грозит в дальнейшем? В дальнейшем, конечно, нарушение психики прежде всего. И очень часто, как бы вот такие дети, это факт тоже доказанный, затем это проблемы выливаются в диабет, так называемый диабет второго типа. это диабет, проблемы сосудистые, онкологически очень много. То есть тоже могут быть связаны с сахаром? Однозначно, это доказано, однозначно. Поэтому вот естественные сладости, натуральные, что значит? Это фрукты, ну, как бы, может быть, поколение будет мед продаваться. Вот как бы я мед, мед, если мы найдем с вами мед, то мы, то мы, конечно, купим мед. Ну, честно говоря, в этом отделе, после вашего рассказа, я не хочу ничего покупать. Однозначно. Но, придя домой, дети у меня спросят, хотим сладенького, что можно им предложить? Пожалуйста, вот натуральные сладости, сухофрукты великолепны, то есть и финики, курага, и изюм, инжир, но масса сейчас продается натуральные сладости, и они бывают засушенные даже, допустим, засахренные даже, но это лучше, чем они как бы чистый сахар будут есть в конфетах. И, конечно, сами натуральные фрукты сейчас в большом ассортименте, то есть вот мед тот же, пожалуйста, как бы. Ну, есть, есть, то есть альтернатива, имеется, это альтернатива, натуральные сладости должны быть на переднем плане, вы должны, опять-таки, воспитывать ребенка для того, чтобы воспитывать именно в нем вкус, вкус к натуральным сладостям. Интересно, а чем питаются дети наших зрителей? Напишите, пожалуйста, что вы даете своим детям на сладкое? Вдруг тоже есть какие-то интересные вещи. Да, может быть, есть какие-то свои, так сказать, наработки. Или сложности с этим. Что то, что мы можем сейчас обсудить? Да, было бы очень интересно, это вот узнать, действительно. Хорошо, тогда тоже ждем вопросов. Да, очень интересно. Тем не менее, отходим. К сожалению, мы лучше обойдем стороной этот отдел. И зайдем в молочный отдел. Может быть, здесь вы что-то посоветуете нам приобрести? Я думаю, молочное, молоко, молочные продукты, это обязательный компонент питания ребенка. Сейчас очень много такой информации, что молоко вредное, нужно обязательно от него отказаться. Слышали об этом? Конечно. Я постоянно изучаю эти вопросы. В чем проблема сегодняшних молочных продуктов, молока, всех молочных продуктов? В том, что, опять-таки, натурально, так сказать, ни одна корова молоко не дает. Все молоко, которое изначально берется, оно берется в громадных агрокомплексах, где, опять-таки, коров кормят, специализированные кормами, которые однозначно всегда содержат и гормоны, и антибиотики, плюс там еще доение специализированное. Ну, смысл именно в этом. То есть, как бы, ну, сказать честно, вот честно, натурального молока в таком смысле, что вот корова пасется на зеленом лугу и, так сказать, мы ее подоили, такого молока в наших магазинах нет. Нет. И что делать? Значит, конечно, все равно молоко, само по себе цельное мы берем молоко, в небольшом количестве вполне может присутствовать питание. Все равно, как бы, технология соблюдается. Ну, какие-то, скажем, там, может быть, небольшие следы вредных веществ присутствуют в молоке. Но это сложно избежать. Невозможно. Это невозможно избежать. Но, как бы, все равно молоко должно присутствовать. Я бы сказал, так, ну, в расчете примерно там 200-300 миллилитров молока сварить молочную кашу. Ну, как бы, там, один или через, каждый день или через день это вполне нормально. А вот кисломолочные продукты это очень хорошие. Почему? Потому что кисломолочные продукты, они содержат большое количество белка. Потому что, вот понимаете, для детей очень важный момент, супер важный, это белок. И причем белок животное имя. Потому что есть растительный белок, он там в овощах, фруктах, в крупах. А вот животный белок, он в том числе содержится в большом количестве в твороге. Причем, надо сразу сказать, для детей, вообще, для детей, если мы будем говорить, то жирный творог, это лучше, чем так называемое обезжирение. Это лучше. Он правильный, он лучше во всех отношениях. И полезнее. И полезнее, конечно. А сырые? Ну, вот, да. Да, сырые. Многие не дают. И правильно. Здесь очень важно, сыры великолепный продукт, питание для детей. Но какие сыры? То есть, если это будут сыры, скажем, такие вот твердые, ну, типа, российские, голландские, ну, понимаете, да? Да, да. То есть, они, конечно, содержат очень большое количество жира. И вот этот вот жир, хотя не белок содержит, но жир в огромном количестве, ну, даже больше, да, до 50-60% от массы это жир. Такой не подходит сыр. Он очень тяжелый сыр, да. Жира много, как бы, не усвоится. Это вызывает расстройство. А вот так называемые мягкие сыры, белые сыры еще, ну, как фета, как адыгейский, сулгунь, ну, вариации вот такие, белые, да? То есть, можно, да, попробовать, что понравится. они это очень, наоборот, надо, это приучать, воспитывать ребенка, чтобы вводить в рацион, потому что сыр, именно белый сыр, вот, содержит очень хороший белок, масса, и кальций тот же, и масса, так сказать, других витаминов, это очень хороший продукт питания, но именно сыры белые. Хорошо. Теперь стало более понятно про сыр. Меня интересует вопрос, касающийся йогурта, да? Вот вы говорите, что это все очень полезно, кисломолочное. Ну, конечно. Но когда приходишь в магазин, очень много интересных йогуртов, с малины, с клубникой, и так далее. С чем более полезно, вот, как бы покупать йогурт? Один йогурт полезный. Вот всего один, это йогурт без добавок. Он, конечно, понимаете, сам по себе, вот, настоящий йогурт, он довольно кислый. Сами, да, и родители говорят, нет, 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 это не вкусно. Значит, тогда, чем больше, как бы, добавок в йогурте, и чем он слаще. Напугайте. Чем он, тем он хуже. Чем слаще, и чем больше... Мне кажется, там прям еще красители какие-то. Может быть, но даже давайте так, вот это все натурально, скажем, и кусочки натуральных фруктов, там, и клубника, и, скажем, тогда даже мед положили. И шоколад. И шоколад положили. Орешек. И орешек положили. Но дело в том, что система такая вот, скажем, желудка любого, ну, ребенка, желудок ребенка выделяет желудочный сок, который содержит соляную кислоту. И соляная кислота, она вступает в реакцию со сладостями. Ну, сладости, как бы, есть и в фруктах, и в ягодах, и в шоколаде, вот, и в процессе химической реакции образуется алкоголь и углекислый газ. И поэтому огромное количество детей, вот спрашивают меня, родители, как у ребенка в 5 лет может быть воспаление желудка, гастрит. А вот пожалуйста, да, то есть мы своими руками. И очень просто. Очень просто, да, создать именно больной желудок ребенку. Вот поэтому, нет, не хочет ребенок кушать, скажем, натуральный йогурт, ну, значит, тогда придет время, когда... Оно можно добавить чуть-чуть меда или немного варенья домашнего. Ну, в принципе, чуть-чуть можно, да, но это как бы, да, здесь как бы не принципиально. Все-таки, все-таки, скажем, вот творог и сыр белый, это супер продукты, полезные для ребенка. А сметана? Сметана, да, как бы, ну, как бы дополнение сметана, сливки, это тоже хорошие продукты, здесь как бы дополнение. Ладно, возьмем. Возьмем обязательно, ну, натуральный, если ваш ребенок будет. Конечно. И возьмем вот жирный творог. Творог, сыр. Да, и возьмем белый сыр. Отличный. Отличный. Отличный, да. А вот, знаете, куда бы я сейчас хотела вас пригласить? Я бы хотела вас пригласить в отдел напитки, потому что я вижу, что везде, где я встречаюсь с другими детьми, что все они пьют сок из пакетов. Ну, да. И тоже многие родители говорят, что это прекрасная альтернатива чаю и там компотом, потому что их очень долго варить. И вот сок купил, и пожалуйста, отлично. Ну, это быстро, конечно. Что скажете? Я не покупаю, но не знаю, права ли я. Дети иногда, конечно, просят. Конечно. Что делать? Надо сказать сразу, что сок натуральный, он не может храниться, скажем, там, неделю, месяц. Ну, даже пусть в пакете, вот как бы, ну, пусть, ну, вообще в любом, в любом емкости, в любой, он не может храниться, натуральный, вот натуральный сок, там, неделю, месяц, а тем более, там, полгода. Ну, не может просто. То есть, это все равно консерванты, это все равно какие-то технологии по, скажем, уничтожению, бродяй, ну, как бы там все равно, где-то бродильные вещества, то есть, сахара сами по себе начинают бродить, понимаете? То есть, это вот, давайте так сразу решим. Значит, натурального сока, который пакетированный, нет. Вот. Все. Я рада, что вы это сказали. Но это не я сказал, это как бы, это известно, это известно, поэтому, если как бы вы даете сок ребенку, вы сразу должны знать, что вы, в общем-то, ну, в какой-то степени насыщаете его организм различными химическими веществами, токсичными. Вот. Консерванты, прежде всего, красители, консерванты, без них никак. Все. Это однозначно. Поэтому, да, вот, как бы, сок, это хорошее, конечно, такое, питательное вещество, но для детей все-таки надо очень внимательно натуральные соки, свежевыжатые, да, свежевыжатые, да, например, свежевыжатый натуральный сок, свежевыжатый. Но очень внимательно, почему? Потому что соки все, они обладают концентратой, и они обладают очень активным действием на человеческий организм, но прежде всего, на печень, кишечник, поджелудочные жизни, очень активные. Поэтому, все-таки, если вы делаете, то где-то не больше, скажем, вот сделали сок 50 миллилитров, разбавить его пополам с водой чистой, и потом небольшими глотками, может быть, через соломинку, как бы ребенку дать попить, ну, максимум в один раз в день. Ну, мне кажется, это как десерт. Да. Лучше мне кажется смесь яблоко, целое или апельсин, чем сок. Это как бы вариант, просто я рассказываю, что если уж сок пить, то пить только свежевыжатый сок, поэтому другого, другого сока не существует. И надо помнить о том, что соки все-таки надо для детей такого возраста с 3 до 7 лет разбавлять обязательно. То есть это не агрессивно, а активные вещества. Уважаемые друзья, пожалуйста, не покупайте своим детям сок в пакетах. Да. Может быть, нам кто-то напишет, что они дают своим детям в качестве напитка. Я предлагаю все-таки использовать воду и приучать детей к воде. Потому что сейчас вот очень многие взрослые не умеют тоже пить воду. Не хотят, им плохо, да? Ну да. Как бы относитесь к такой идее? Ну, конечно. Вода вообще, вы знаете, единственное питье, не то, что как бы, а на самом деле правильное. Вот. Для здоровья это чистая вода. То есть, это самое лучшее. Из бутылок или нет? Очень принципиальный вопрос. Нет, принципиально правильный вопрос. Вопрос правильный. Из бутылок однозначно нет. Из кулеров это 100% нет, потому что это доказанный факт. Если вода стоит, скажем, больше где-то трех недель в емкости, любой емкости причем, в ней опять-таки начинают бурно развиваться микробы. А я там всегда присутствую все равно микробы. Ну, как бы, 100% только дистиллированная вода не содержит микробы. А тем более вся, так сказать, вся пластмасса, в которой находится вот емкость, пластмассовая вода, она выделяет токсичное вещество, действительно, очень токсичное, которое называется бисфенол А. Вот. Это действительно токсичное вещество и для ребенка, особенно, ну, как бы, организм очень слабый, это действительно очень сильное повреждение и отсюда возникает огромное количество аллергических реакций. Отсюда еще могут быть. Аллергия, да, однозначно, в том числе, вот, поэтому пить, в общем-то, воду бутулированную в любой, так сказать, в любом варианте нехорошо. Да, наша вода водопроводная, она тоже, как бы, не подарок. Да, вызывает вопрос. Вызывает массу вопросов, причем, поэтому, ну, как бы, самый правильный вариант это вода из водопроводного крана, которая очищена хорошим фильтром. Вот это вот лучший вариант, но она все равно должна быть проточной водой. Ну, естественно. Да, и как бы вы ее выпили, там, и приготовили на ней что-то. И не хранить. И не хранить ее, да. Вот после того, как вы ее отфильтровали. Вот это как бы самое правильное, именно самое лучшее питье для вашего ребенка. Отлично. Значит, вот что у нас получилось. Мы с вами купили в супермаркете немного индейки, хорошие рыбы, много-много овощей, полезные легкие крупы. Воду мы не стали покупать. Ну, к сожалению, здесь нет, нет, нечего купить. Домой у нас есть фильтр. И в молочном отделе взяли сыр, кефир и йогурт. И творог взяли. Да, на утро. Отлично. По-моему, у нас корзина получилась. Ничего сложного. Нет, мы забыли, я думаю, что мы забыли фрукты. Да. Все-таки еще. Кстати говоря, мы действительно с вами забыли фрукты, потому что они лежат у нас в другом месте. И как бы это все... Что мы возьмем из фруктов? И мне кажется, нужно еще обсудить орехи. Ну, орехи – дополнение. Здесь... Ну, можно ли что-то? Ну, конечно, можно. Но фрукты все равно это, скажем, один из необходимых элементов питания. Потому что, да, сейчас большое разнообразие фруктов. И фрукты должны присутствовать именно в питании, потому что не содержит много различных полезностей. А вот как именно их правильно кушать, есть, как есть правильно, это отдельный разговор. Потому что фрукты действительно... Ну, я забегаю вперед, расскажу, что фрукты – это отдельный прием пищи. Это очень важно. Ну, это перекусы, наверное, не знаю. Ну, да, 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 но отдельные. 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 То есть их не нужно смешивать с основным приемом пищи. Нет, 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 нет. И особенно после еды есть фрукты – это тоже очень плохо. Это надо знать. Но в то же время фрукты должны быть обязательными. Хорошо. Отличная у нас получилась с вами корзина. И я бы хотела у вас вот что спросить. Недавно с детьми мы были на детском дне рождения. И, честно говоря, меня поразило то, что предлагают в качестве угощения. Это пицца, это жареная картошка фрик, это, конечно, какие-то пирожные, торты с кремом. Ну, да. И, честно говоря, мне это не понравилось. И я думаю, что нужно как-то по-другому все это организовывать. Давайте как-то вот об этом поговорим. Что можно накрыть на стол, так сказать, да? Но чтобы это было и полезно, и вкусно, и чтобы дети не разбежались. Ну, да. Конечно, мы пытаемся, мы пытаемся правильно, а формируя у ребенка именно правильные привычки питания, мы должны именно, во-первых, учиться готовить пищу, да? Ну, и второе, так сказать, выбирать, то, что мы с вами выбирали, ассортимент. Поэтому мы уже совершенно, исходя из того, что мы купили, мы купили в том числе фрукты, то есть и мед мы купили, вот, плюс, скажем, как дополнение орехи. Кстати, орехи, ну, можно сказать, что наиболее такие правильные и полезные для этого возраста с 3 до 7, это грецкий орех, кишью и фундук. То есть у нас есть творог, у нас есть фрукты, у нас есть орешки, у нас есть мед, вот, и мы сделаем очень красивый, хороший, или пирог, или творожник сделаем, вот, плюс мы сделаем отдельно, так сказать, фрукты, мы можем сделать сочетание фруктов, салаты, можем сделать медовик, именно, с фруктами и творогом, можем сделать салат из орешков и фруктами, то есть, вот, интересно, да, очень много вариантов, просто мы, вот наша культура, но мы с вами не стремимся именно создать, создать, как бы, полезные и здоровые привычки питания. Ну, конечно, легче пойти, да, это легче, купить просто пирожное, просто купить пакетированный сок, или просто купить торт, он красивый, так сказать, сейчас все красивое, да, все красивое, вот, и это минимум, в общем-то, личных усилий. Да, ну, потому что можно купить кока-колу, а можно сварить компот и сделать морс, да, морс сделать, да, из ягод, из фруктов, тех же, вот, и это будет, несомненно, вкусно надо сделать, конечно, но это будет вкусно, несомненно, из свежих, полноценных фруктов и ягод, но, если, как бы, мы все-таки ленимся и идем на поводу рекламы, идем на поводу вот у быстроцы, это, считаем, что у нас мало времени, то мы именно упускаем здоровье своих детей, вот в чем дело. Да, и вы меня натолкнули на отличную мысль о том, что я сделаю на день рождения своим детям. Это будет интересно и придут дети и, возможно, придут их родители и они посмотрят, что это все реально, правда? Да, конечно. Вас с вашими внуками я тоже позову. Спасибо. Хорошо. У нас есть вопросы, да? У нас есть вопросы, и, может быть, мы сейчас их увидим. Игорь, мы не видим вопросов, вы нам не поможете. Если ребенок просит колу. А, кола. Я хочу колу, мама, купи, потому что другие дети пьют, потому что многие уже в 6 лет, например, в садике действительно попробовали. и вот этот возраст, я бы своим детям знаю, когда они уже говорят, а почему он, посмотри, мам пьет, а я нет. Что делать? Здесь только один способ существует. Конечно, мы находимся вот среди других людей. Кто-то не задумывается о здоровье своего ребенка. Ну, как бы, то, что есть, тот, так сказать, и дает ему. Это, конечно, неправильно. И когда ребенок, вот он попробовал, я бы это объяснял, ну, любой напиток и также, скажем, вот, кола, да, кока-кола, она содержит громадное количество чистого сахара. И это вызывает очень быстрое привыкание. Именно за счет того, что сахар сам по себе белый, он очень быстро воздействует на мозг, вызывает эйфорию такую. Это вот, ну, радостное настроение, много энергии, приподнятость. То есть ребенок, он это не понимает, что это эйфория. Просто он это запоминает, и это ощущение, как бы, мозг запоминает. И ему хочется повторения, потому что эйфория уходит, хочется повтора. А что ребенку-то? Вот здесь только один способ существует. Надо, конечно, ребенку предлагать и фрукты натуральные, то, что ему нравится, подбирать, и создавать свежевыжатые соки дома, вот, и брать их с собой, если вы куда-то пошли, так сказать, разбавить водой. И, в принципе, объяснять, да, объяснять, что это, конечно, очень плохо. Я, кстати говоря, вот объясняю. Они понимают. Да, понимают, и как бы дисциплинировать все равно. Потому что, вот поймите, как бы, мы же воспитываем детей, и уже в этом возрасте процесс воспитания идет вовсю. И если человек дисциплине не научится, вот он маленький, да, у него, как бы, еще нет воли, да, воли дисциплинировать себя, но все равно он не глупый. И когда мы объясняем детям, рассказываем им, так сказать, дисциплинируем, предлагаем натуральные и высоко, так сказать, вкусные, да, вещи, ну, фрукты те же, свежевыжатые соки, вот, мы находим выход, и в то же время позволяем ребенку самому осознать, что вот все эти вот напитки типа Кока-Кола, они крайне вредны и плохи, и он прислушивается и к нам, и когда, он сказал, мы даем ему альтернативу вкусную, да, те же фрукты, сладости, сухофрукты, то это позволяет, в общем-то, уйти от этой зависимости, потому что это зависимость, действительно, очень плохо. Только так. Ну, вот, как вы знаете, на самом деле, с недавних пор, когда я хожу с детьми в магазин, я вместе с ними читаю этикетки, но, естественно, не так, чтобы подробно на их языке объясняем доступность, что здесь вот содержится то-то и то-то, нам это не полезно, и они уже заинтересованы, просит меня прочитать, чтобы самим принять решение, возьмем мы это или не возьмем, как вариант. Да. Может быть, вашим детям это тоже будет интересно, это как игра. Да, как игра, но это в то же время обучение, воспитание. И обучение, потому что, вот, в супермаркете мы даже вот с вами в местном отделе ничего не взяли, ни в бокалей ничего не взяли, потому что вот прочитали и узнали. Здесь мы живем в таком мире, который, конечно, сложный, и наша, в том числе, задача, это именно воспитывать детей, но воспитание, оно не в качестве наказания и ограничения. Обучение, наверное. Да, обучение. Обучение, с одной стороны, через именно того, что вы формируете привычки питания, раз, сами, так сказать. То есть у вас в семье практикуется именно питание, которое дает здоровье ребенку. Да, и мы об этом говорим. Да, вы осмысленно, да, осмысленно подбираете ему продукты и плюс, скажем, разъясняете ему, то есть это и есть воспитание. Николай Васильевич, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали в нескольких словах хотя бы о том, как правильно принимать пищу детям. Это же тоже надо их научить. Некоторые прям как-то вот едят кусками все, да? Кто-то сидит, наоборот, долго ест, кто-то очень много пьет, кто-то вообще не пьет. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это вот следующий такой громадный раздел, который правильнее назвать, как режим питания. То есть когда, что кушать. Завтрак, обед, ужин, классический. И здесь, конечно, есть свои очень важные такие глобальные вещи, которые действительно очень мощно влияют на здоровье, в том числе и детей. И правильнее всего ребенка все-таки не кормить сразу после сна. То есть старайтесь, родители, действительно, чтобы немножко, ну, как немножко, но хотя бы примерно в течение, там, сорока минут, часа, ребенок проснулся, и потом он был чем-то занят, да, занят, так сказать, ну, какие-то гиена, там, прогулка, может быть, какие-то, то есть он немножко должен, организм проснуться. То есть если, да, если он только встал и сразу ему, так сказать, вот кушай, это неправильно, то есть организм еще не проснулся. Надо, чтобы он вошел, так сказать, в ритм дня, и поэтому это где-то в среднем нужно от сорока минут, там, до часа. Вот продукты на завтрак, но все-таки более оптимальные и правильные, это не каши, особенно молочные вот каши, особенно слизистые каши, типа овсянки и всяких различных мюсли, это не очень хорошо, потому что они, как бы, не дают активности желудочно-кишечному тракту, то есть нужны активные компоненты, которые запускают процесс пищеварения, а это прежде всего такая белковая пища, но в то же время она должна быть легкая. Что такое легкое белковое? Это творог с добавлением, там, или можно фруктов, и можно сметаны, ну, как бы, там, по вкусу. И белые сыры, так сказать, да, там. Все, что мы купили. Конечно, да, то есть, и, например, яйцо в смятку. Мы о яйцах ничего, как бы, не сказали, но они обязательно присутствуют, но яйцо, так называемое, вкрутую, это очень плохой вариант. А вот, смятку, это понятно, что белок свернулся, а желток, он остался жидким. А сальмонолезом нет? Ну, в принципе, это не должно быть изначально, вот, и, как бы, эта песня о сальмонолезе, она, нет, нет, здоровый желудок, он убивает все. Мы об этом еще будем говорить, это, как бы, такая стерилизующая камера, где вся инфекция уничтожается. Ну, здоровый, конечно, желудок. Поэтому, в принципе, и следить должны, конечно, по технологии, но бояться этого особо не надо. Все-таки, вот, яйца в смятку, потому что там масса ценных веществ, находятся в желудке, которые разрушаются при нагревании. Вот хорошо, что вы об этом сказали. Ну, и вариант еще возможен, конечно, это яйца, так сказать, глазунья, глазунья, да, причем, я хочу сказать, вот, жиры, как бы, мы немножко не коснулись жиров и массы. Вот, но надо сказать, что у нас, к сожалению, такое есть сейчас поветрие, типа, растительные жиры не содержат холестерина. Да, какое разнообразие, которое, что вот заменяете. Да, заменяете, там, оливковое масло, это суперполезно. А кокосовое, полезное. И ругают все пальмовое, ну, как бы, эти различные песни. Надо сказать, да, там, как бы, это отдельная тема, но для человека, и, прежде всего, для ребенка, именно вот этого возраста, с 3 до 7 лет, самый лучший вариант, именно жиров, который надо добавлять, и в каши, конечно, и, скажем, там, картофель тот же отварной, вот, или же, скажем, жарить яйцо, это сливочное масло. Сливочное. Дорогие друзья, дорогие родители, сливочное масло. Это лучший продукт, именно, как бы, жировой, да, для ребенка, потому что растительные масла, я скажу только об одной особенности, это известный факт, давно известный, что, если масло растительное, вы на нем жарите что-то, готовите, оно нагревается, начинает кипеть, вот это нагревание само, при кипении, запускает процесс создания олифы. Вот так. Крайне токсичное вещество, которое мощно разрушает печень и кишечник человека. И это факт. А если в сыровом виде его? Ну, да, масла, и никто не говорит, что это плохой продукт, хорошее, качественное. Можно пробовать, я думаю, для салата, Нет, послушайте, вот не пробовать, надо использовать, конечно. Подсолнечное масло, только нерафинированное, конечно. И холодного отжима, и оливковое масло, нерафинированное, холодного отжима, да даже пальмовое масло, холодного отжима, нерафинированное, прекрасные масла, но, если мы говорим о ребенке, это не больше одной десертной ложки в день. В сыром виде, в сыром виде. В салаты, может быть, там, ну, куда-то, скажем там, вот, вот и все. Хорошо. Еще какие-то правила назовете, или будем потом говорить? Мы, как бы, можем, чтобы не разрывать тему, мы можем остановиться, вот, на ассортименте продуктов питания, потому что мы, как бы, начали новую тему, это режим питания. Хорошо. Тогда давайте остановимся, и посмотрим комментарии, потому что они у нас есть. Очень интересно посмотреть, Смотрите, как вы относитесь к замороженным овощам? Кстати, хорошая тема. Хорошая тема. Хорошая тема. Скажем так, замороженные овощи, они дороже, чем, скажем, ну, овощи, которые, хотя они и сорваны давно, и они где-то хранились, ну, скажем, у нас сейчас декабрь месяц, да, тот же, например, там, картофель, и свекла, все овощи ходовые у нас, они где-то уже месяца три лежат, и будут еще лежать, они теряют внешний вид, действительно, они, сказано, становятся сморщенными, в них действительно разрушаются витамины, но то же самое все происходит и в замороженных овощах. То есть, как бы переплачивать, я не вижу необходимости, то есть, в принципе, по своему качеству и по влиянию на организм человека, ну, ребенка, скажем, что вы разогреете замороженные овощи, что вы купите, скажем, овощи, которые хранились, вот, или вы их там приготовите, вот, разницы никакой нет, просто разница будет в цене. А если сам замораживаешь, очень многие специальные холодильники покупают замораживаю. Да, конечно, в принципе, это как бы вариант хранения, и некоторые, ну, прежде всего, фрукты, надо сказать, вот фрукты, они значительно лучше, ягоды, фрукты, они сохраняются в морозильнике значительно лучше, и это просто вариант хранения, который действительно надо делать, вот, фрукты и ягоды, а овощи бессмысленно, потому что, опять-таки, нужна очень низкая температура, ну, где-то минус 179 градусов, минус 179 градусов, чтобы сохранились витамины. А так, в принципе, те же овощи, что они хранятся, ну, там, в какой-то технологии, они все равно хранятся где-то, что они в подвале хранятся, например, там, что в морозильнике, в общем-то, это вариант хранения, который ничуть, как бы, не сохраняет никаких полезных. Это как раз к вопросу о компоте, только что сваренном, можно его употреблять, я думаю. Конечно, ну, естественно, чем быстрее, чем полезнее, вкуснее, поэтому, как бы, закон вообще, закон такой, поверьте, это очень важный момент тоже. Это масса, так сказать, информации такой, которая очень важна, но которую, как бы, мы не знаем, действительно. Вот есть такой, один из законов, непреложных, что пища должна быть приготовлена и съедена. Все. Вот, чем она дольше хранится, тем, скажем, она хуже становится, приготовленная пища, даже если она приготовлена из очень хороших, изначально продуктов. Вот, если она сразу, не съедена, чем она дольше лежит, тем быстрее, как бы, постепенно она превращается в яд. Это факт. Где-то, где-то с 12 часов, вот, с 12 часов, даже если она в морозильнике будет лежать, ну, никто же замораживать не будет, ну, в холодильнике, например. Вот, после 12 часов хранения начинаются процессы токсичного разрушения, особенно мясо, рыба, яйца, вот эти вот продукты, так сказать, они создаются, внутри них очень токсичные вещества, которые превращают пищу в разрушительное, мощное вещество. Я вам всем советую, все-таки своих детей, прежде всего, кормить сразу, приготовленной пищей. не съели, ну, не знаю, короче, не съели, все. Хорошо, на этой позитивной ноте, о свежем, о разрушающем, я думаю, что мы закончим сегодняшнюю встречу, и я прошу вас, дорогие друзья, подписываться на социальные сети Николая Васильевича, поближе с ним познакомиться, и если кому-то потребуются какие-то дополнительные встречи, консультации, вы всегда можете к нему за этим обратиться. Да, и все, кто присутствует на вебинаре, это однозначно, консультация совершенно бесплатна, поэтому здесь, в общем-то, это как один из таких элементов нашего содружества. Содружества. Да, содружества. Приятно было встретиться, я уверен, что наши встречи продолжатся. И сейчас еще несколько слов мы попросим сказать нашу Ольгу Васильевну, для вас. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, надеюсь, что наша встреча была полезна, но у нас не все получилось. Это первая самая встреча на нашей платформе новой, поэтому не все получилось с комментариями. Мы подправим, мы сделаем это все, будем улучшать с каждым разом, чтобы было и видно лучше, и комментарии проходили, у нас. Поэтому чуть-чуть потерпите, поддержите нас в нашем начинании, и следующая беседа наша будет о движении. Насколько важно для маленьких деток движение. И здесь будут интересные для вас такие открытия, потому что мы попросим Николая Васильевича поделиться правильными упражнениями, самыми простейшими для маленьких деток. Ну, а так пишите, куда писать-то сейчас? В социальные сети. Да, в социальные сети. В Facebook пишите на страничку. Подписывайтесь на... В ВКонтакте, в Одноклассниках, на Адонева. У меня страница Шерешева, вы знаете, и там группа, в группах можно, можно просто на мое имя. Поэтому спасибо вам за внимание. До свидания. И до следующей встречи в четверг в это же время. Сколько всего должен...